Сколько их уже разбилось. Умаров, Даудов и прочие, которые выходили на связь, когда у них не было вот этой возможности электрошокером вытаскивать в нужные ответы на свои вопросы, они разбивались. Другое дело, если кто-то кем-то движет национализм в этом вопросе, если он считает, что другие народы ниже по уровню, это да, национализм. Но так выдать. Ты не пытался связаться сам с Кадыровым? Я вызвал его, записал ролик у себя на основном канале, но они струсили. Он не вышел. Когда Кадыров сделал заявление, что он готов с любым часами разговаривать, любому доказывать истинность своих действий, своего пути и так далее, я сказал, давай попробуй мне это докажи, но они не вышли. Рамзан часами скоро будет с тобой говорить, когда тебя доставят на родину. Вот тогда, да, он говорил бы. Вот в этом и заключается их слабость, что они в состоянии с тобой говорить часами и что-то тебе типа доказывать, только когда ты у них в плену. Когда ты не можешь с ними говорить на равнах, высказать им все, что тебе хочется, когда ты не можешь. Они с тобой не в состоянии тогда разговаривать, у них нет. Мы видели, как эти корабли разбиваются об айсберге, когда им нужно вот так наравне разговаривать. Сколько их уже разбилось? Умаров, Даудов и прочие, которые выходили на связь, когда у них не было вот этой возможности электрошокером вытаскивать в нужные ответы на свои вопросы или заставлять тебя молчать, когда у них не было возможности часами разговаривать, не слыша ничего в ответ, они разбивались, у них заканчивались аргументы. Тот человек, который считался у них чуть ли геббельсом кадыровским, этот Джамбулат Умаров, просто на первом Таслиме потонул, просто на том, что я с ним не поздоровался, он потонул. Вот их сущность, ничего они из себя больше не представляют. Даудов, который сел тоже, будучи таким уверенным разговаривать, начал заплетаться, говорить о том, что Басаев был якобы работником ГРУ. Непонятно, да, тогда какие к нему претензии, эти тоже работники российские, тогда, получается, Басаев, по их словам, был их коллегой, какие тогда проблемы с Басаевым. В этом и заключается их слабость, понимаете, потому что они не могут без вот этого преимущества на своей стороне, когда ты не находишься у них в плену, когда ты можешь сказать им все, что ты хочешь, высказать любые претензии, как-то оспорить любые утверждения, парировать, тогда они тонут, у них нет аргументов, за ними нет правды. Когда за тобой нет правды, то тебе нужно другое преимущество. Это оружие, власть, электрошокер. РК. Раньше я плохо на русском говорил, а теперь могу часами с двами-трями. Это его цитата, что ли? Ты заставил Ислама Кадырова извиняться, ты, походу, теперь формируешь их в программу передач. Если это можно назвать извинениями, я не могу это назвать извинениями. Что это за извинения? Я, говорит, извиняюсь перед падишахом, перед членами команды, значит, которые на пути Кадырова, и перед народом. Что это за извинения такие? Почему? Почему у нас человек написал что-то плохое о власти, а его поставили на беговую дорожку, без штанов заставили бежать под песню, там, мой президент, мой лучший друг это президент Путин, под песню Тимати. А этот пытал женщин электрошокером, сидит вальяжно, пьет себе чай, рядом с одним из пропагандистов ЧГТРК, и я, говорит, извиняюсь перед падишахом и членами команды. Почему Ахмат предатель? Он же был отстранен от должности муфтия на момент, когда переходил к РФ. И что? Обязательно нужно быть в должности, чтобы... Я, например, вообще ни при какой должности, даже если бы представить, что сегодня это происходит, и я ни на какой должности, если я перейду на сторону России, я предатель. Какая разница, должность у тебя есть или нет? И почему Рамзан предатель? Он просто пошел следом за отцом, а ты бы как поступил? Ну точно не так, как Кадыров. 100% я бы так не поступил. Спасибо за канал, Тумсо. Благодаря твоим выпускам я осознал, насколько мое понимание российско-чеченского конфликта было поверхностным. Надеюсь, когда-нибудь услышать рассказ, как у тебя вместе укладывается довольно либеральный взгляд на мир и желание жить в шариатском государстве. Всяческих благ. Спасибо большое, Владимир. Благодарю тебя. Ну что, почему Ислам Кадыров сказал Я не знаю, может быть, он где-то меня понюхал в каких-то местах, где ему воняло. Хотя я так думаю, что он об этом сказал просто, чтобы каким-то образом меня оскорбить, бывает ранить, но он промахнулся, это меня никак не оскорбляет. Подобные лживые высказывания, они меня не оскорбляют. Это не то, что вопрос не по теме, это вопрос не в моей компетенции. Вы представляете, я должен знать сначала, что такое самбо, все нюансы этого самбо. Потом я должен знать, каково положение всех этих моментов с точки зрения религии, шариата. Ну и не задают такие вопросы, подобные мне, людям. Это надо знающим задавать такие вопросы. Это же не что-то элементарное. Красивая рубашка. Эту рубашку мне привез мой один очень хороший брат, товарищ, друг. Подарил мне вот эту рубашку, я поэтому сегодня решил провести эфир в ней. Пусть Аллах воздаст ему благом за то, что вспомнил меня, решил сделать мне приятное. Тумсо, ты падал с мотика? Говори, да, было дело. Три раза падал. Ну, отделывался так, ушибами, ничего не ломал. Береги себя, каждому народу нужен такой стальной Тумсо, как ты, все выпуски смотрю. Благодарю, Арсена Амбар Сумян. Спасибо тебе. Почему чеченская девушка дает замуж только за чеченцев? Это же признак национализма. Это не признак национализма, это признак нормального общества. Все пытаются выдать своих дочерей, сестер замуж за представителей своего народа. Для того, чтобы этот брак был долговечен, крепким, это делают не только чеченцы, это делают все. Попробуй, посмотри, арабов дают замуж за неарабов. Другое дело, если кто-то кем-то движет национализм в этом вопросе, если он считает, что другие народы ниже по уровню, это да, национализм. Но так выдать замуж за представителей своего народа, это нормально. Стремиться к этому, это нормально. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»